Здравствуйте, уважаемые зрители нашего канала. Меня зовут Маргарита и сегодня у нас в гостях физическая компания Ваш Центр. Данной компании уже более 9 лет и они предоставляют профессиональные услуги европейского уровня по доступным ценам. И сегодня мы как раз об этом и поговорим. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Маргарита. Спасибо, что пригласили. Очень приятно. Да, хотелось бы познакомить ваших зрителей с нашей компании, чем мы занимаемся и с нашими услугами. Компания Ваш Центр больше 12 лет на рынке Греции. Наш офис непосредственно находится на территории Греции, в Афинах. Более 9 лет, то, о чем сегодня мы как раз и уделим больше внимания, это поступление в вузы Греции, что может заинтересовать наших зрителей в первую очередь. Потому что сейчас самый важный момент – это поступление и выбор 11-ти классников, куда двигаться дальше. Так как мы юридический офис, мы занимаемся не только поступлением. Наш спектр услуг расширен на все, с чем может столкнуться студент, житель, иммигрант на территории Греции. То есть мы являемся ключевым звеном между греческими инфраструктурой, вот такой вот греческими офисами, греческой организацией и мы. То есть не всегда иммигрант знает, как работает система. Так как мы уже 12 лет, мы все помогаем. Заключение брака, переезд, все документы, с которыми сталкиваются во время жизни, обычной жизни человек в Греции. И одним из самых важных – это поступление в греческие вузы. То, что мы уже знаем наверняка, мы знаем уже весь этот путь, и мы можем точно гарантировать будущему студенту, что его ждет и как это все выглядит. Так что сегодня как раз поговорим больше о поступлении. Знаешь, я сделаю больше акцент на поступление, потому что очень актуальная тема. Мария, скажите, пожалуйста, что привлекает и самый важный акцент обучения в Греции? Самое первое, на что стоит уделить внимание и обратить вообще и интересует студентов, это в первую очередь, что обучение бесплатное. Что это значит? Это значит, что студент поступает и за время обучения на бакалавриат. Он не платит университету никакие деньги. То есть это бюджетно. Грубо говоря, это поступление на бюджет. Нам часто спишут, есть ли у вас гранты, есть ли что-то. Здесь нет, здесь уже бесплатно. То есть каждый… Греция считает, что каждый человек достойен образования. И все-таки Греция – это страна, которая зародила, скажем так, философию и все вот это вот самые важные науки. Все-таки стоит обратить внимание на Грецию. И основным еще моментом является то, что студент поступает без вступительных экзаменов. То есть для поступления студенту нужен школьный аттестат. И на момент поступления не нужно знание греческого языка. Об этом мы поговорим чуть позже, о нюансах учебы в Греции. К этому моменту мы еще и вернемся. То есть я немного повторюсь. Первое, студент не платит, это бесплатное обучение. И легкий способ поступления. То есть более мягко, без стресса студент может поступить. То есть не нужно ЭГЭ, знание, никаких результатов ЭГЭ. Не нужно. Только школьный аттестат. И чем, конечно, он выше, тем больше шансов. Но опять же мы за это еще обсудим. А кто может стать вашими студентами? Греция. Такая вот система интересная, что нет никаких возрастных ограничений. Нам также очень часто спрашивают ребята. Я закончила школу 5 лет назад. Что мне делать? Я имею? Да. Даже если вы получили уже образование, одно образование в России, в Казахстане, неважно где, вы имеете право получить еще и в Греции бесплатное образование. Это очень важный момент. И в этом году, например, у нас была студентка, которая за 50. Она решила для себя выучить новую профессию, переехать в новую страну. Это тоже очень много играет роли. То есть не нужно бояться возрастных ограничений. Все. Греция любит, скажем так, что Греция располагает. И очень нравится, когда человек получает знания и учится. Это тоже очень здорово. Мария, какие направления у вас есть? Смотрите, так как нам поступают такие вопросы, какие факультеты у вас есть? Кого я могу обучиться в Греции? В этой программе, в этой системе бесплатного образования участвуют все государственные греческие вузы. То есть это не мы напрямую предоставляем какие факультеты. То есть мы не университет. Мы помогаем поступить в любой государственный университет, который находится на территории Греции. Это порядка 350 факультетов и более. То есть факультеты обновляются, что-то меняются. То есть 350 факультетов по всей территории Греции. Это не только Афины. Это Салоники, это острова, это другие города. И в Греции существует 4 направления. То есть это экономическое направление, это гуманитарное направление, это техническое и медицинское направления. Вот все вот эти направления. И по каждому есть факультеты, которые разбросаны по всем городам. То есть студент, поступая, выбирает одно направление. Скажем так, кого-то интересует медицина. Очень часто сейчас популярно, скажем так, медицинский. Потому что сравнивая обучение в России или сравнивать все-таки получить медицинское образование в Греции и получить европейский диплом, то Греция больше шансов. Во-первых, скажем так, медицина не дешевое удовольствие для студента поступать, если даже и в России. Здесь все-таки это бесплатно. То есть это подкупает очень студентов, это очень, скажем так, располагает большое количество интересных факультетов в экономическом направлении. То есть на моменте поступления мы с каждым студентом все это обсуждаем, мы консультируем и помогаем выбрать то направление, которое у него больше шансов поступить, скажем так. Поэтому выбор факультетов и направлений, ну то есть четыре направления, а факультетов достаточно много. То есть студенту будет предоставлен широкий выбор того, что выбирать и на кого обучаться. А Мария, а вообще как происходит процесс поступления? То есть вот от начала и до конца? Какая последовательность? Что касаемо поступления, самое важное для студента – это определиться. То есть сейчас вот как раз зима, то есть кто в 11 классе, то есть они уже задумываются, что и как двигаться дальше. То есть это самый первый этап – это определиться, решить и получить хотя бы минимальные базовые знания, то есть получить консультацию. У нас есть такая возможность предоставлять бесплатную консультацию каждому студенту для того, чтобы узнать, что его ждет, хотя бы проконсультироваться и определиться. Это самый, скажем так, первый этап – познакомиться и собрать базовую информацию. Второй этап – это решиться и приступить к сбору документов. То есть чем раньше студент начнет собирать документы и начнет уже готовиться к переезду, тем, скажем, мягче пройдет этот этап. Потому что это всегда стрессово, это переезд в другую страну, это сбор документов, это всегда такой вот ответственный момент. То есть вторым этапом я бы назвала это решительность определиться. Дальше. Вступительная кампания начинается всегда в середине июля. Но даты никто никогда не знает. Она объявляется, вступительная кампания, буквально вот Министерство образования сообщает, что открыта платформа, вы можете поступать. То есть к моменту открытия этой платформы студенты должны быть подготовлены все документы. И документы должны быть оригиналы в Афинах. То есть студент должен подготовить на своей родине часть документов, прислать их в Афины. Оригиналы – это очень важно. То есть не дупликаты, ничего. Только оригиналы отправляются в Министерство. Это вот такой третий этап. Далее. Этап, скажем, подэтап – это правильно выбранный и составленный список факультетов. Это очень важно. Это влияет на результаты поступления. Чем лучше ребенок, студент подготовит этот список факультетов и делает правильную последовательность. Но мы, как компания, в этом выступаем. Мы, видя школьный аттестат, мы можем спрогнозировать, зная опыт предыдущих лет, можем сказать, где есть шансы, где нет. Поступает студент. Далее. Этап идет, когда становятся результаты, известные результаты. Они обычно становятся в конце августа. И уже студент видит, что, куда он поступил, какие результаты у него есть. Все. То есть уже есть результаты поступления. И тогда следующий этап у нас идет – это запись на курсы. Скажем так, что в Греции обучение на греческом языке. Но этого не стоит бояться. Это все продумано системой так, что студент обучает греческий язык в первый год в Греции. И вот этот этап идет после поступления. Это как раз определение, в какую языковую школу и где он и как будет учить язык. После того, как поступает на, выбирает у школы греческого языка, становится уже этап открытия студенческой визы. Студенческой визы тоже бояться не нужно. Она все, все открывают, все наши ребята прилетают. Самое главное – это правильно тоже собранный пакет документов. И открытие визы происходит на том, что ребенок или студент поступил, и на том, что он записался на языковые курсы. То есть это два основания, которые позволяют ему открыть студенческую визу. Она открывается на год, и студент прилетает. Это как раз вот этап середины сентября, начало сентября. Студент прилетает в Грецию, и уже на моменте, начиная первые три месяца, открывает ВНЖ. И в октябре начинается обучение на курсах. То есть если вкратце, вот так выглядят все этапы. Первый – поступление. Второе – результаты поступления. Выбор языковой школы. Открытие студенческой визы. Сам перелет. Адаптация. Начало обучения на языковых курсах. И само уже, скажем, период адаптации и проживания в Греции. То есть все равно это тоже, можно сказать, этап, когда человек, студент в новой стране. Это тоже такой самый важный такой этап. Познакомиться со страной, начать обучаться, начать учить язык и культуру – это тоже такой ответственный и важный этап. А, Мария, а получается как? До сентября нужно кандидату прислать документы, оригиналы вам? До июля. Июль. Вступительная кампания в середине июля. То есть студенту нужно прислать документы. Документы должны быть у нас на начало июля уже у нас в Греции, в Афинах. Вступительная кампания в середине июля. То есть документы он должен до этого периода собрать, то есть вот, скажем так, вот, чтобы они уже были подготовлены и отправлены нам в Афин, это начало, конец июня, начало июля. Вот такой вот период. Понятно. Какая по стоимость языковые курсы? Языковых курсов всего в Греции две школы, которые предоставляют возможность студенту получить знания, необходимые для начала обучения на самом университете. Так как студент поступает без вступительных экзаменов и без знания языка, основным требованием министерства является то, что они понимают, что студент не может выучить на родине язык или студент не знает сам этот язык. Тем самым министерство дает такую программу, что студент получает знания греческого языка на территории Греции. То есть первый год он учит язык, то есть ему дают такую возможность выучить язык и только потом начать учебу на факультете. Тем самым две школы греческого языка. Одна находится в Афинах, другая находится в Салониках. Выбор, в какой школе учиться, только от студента и от его желания, скажем так. В Афинах в этом году оффлайн программа, то есть студент ходит каждый день по 4 часа на курсы в специальную школу, где изучает язык. И в Салониках это онлайн. Так же самое каждый день по несколько, 3,5-4 часа учит язык. Что дает это? После этой программы, 9-месячная программа, что за этот период ребенок выучивает на знание B2, издает экзамен и получает сертификат на знание B2, может приступить к учебе. То есть это логично. То есть для того, чтобы он начал учебу на первом курсе, у него должны быть базовые знания языка, чтобы ему было комфортно. Поэтому, скажем так, в Греции продумано все для студента. Все максимально для студента, чтобы ему было комфортно приехать, поступить и адаптироваться. И начать учебу на факультете. По стоимости в этом году Афины были 980 евро, в Салонике 780 евро, потому что онлайн. Как будет в следующем году, к сожалению, может, возможно, стоимость вырастет на 50 евро. То есть такое можно прогнозировать. И чуть-чуть, да? Ну да, да, да. Это уже становится известно на моменте записи. То есть актуальные цены становятся известны в начале сентября. А, Мария, а может ли студент совмещать работу с учебой? Вот. Это один из тоже плюсов учебы в Греции. Это немаловажно, потому что студенческий ВНЖ дает возможность и право ребенку, студенту официально работать до 4 часов в день. То есть он может совмещать с утра ходить на свою учебу, учить греческий, а вечером найти себе подработку на неполный рабочий день. Тем самым и практиковать язык, и возможность что-то подрабатывать, да? То есть подрабатывать и зарабатывать себе первые деньги. Это очень удобно и очень классно. А особенно классно в летний период. Все наши студенты учатся, сдают экзамен. И на летний период, как вы знаете, сезон в Греции это туристический. Очень многие уезжают на острова, на подработку. Где-то в Афинах находят, потому что большое количество туристов. И есть возможность в туризме работать, в гостиничном бизнесе. То есть возможности для студента тоже большие есть. Не только учиться, но и зарабатывать, скажем, первый свой доход. Мария, скажите, пожалуйста, кандидатам проще подготовить пакет документов самим или же все-таки обратиться к вам? Скажем так, да, то есть человек и студент может поступить самостоятельно. Если, первым, он хорошо владеет, скажем, и знаниями, имеет полный пакет знаний процесса поступления. У него есть кто может на территории Греции ему с этим помочь. Бывают просто родственники, бывают друзья, которые берутся и помогают в этом процессе. Но есть достаточно большое количество рисков. Первые риски — это то, что если сравнивая Россию или как работают госструктуры, нужно понимать, что в Греции совсем по-другому. В первых, то есть некоторые структуры могут только по записи. Только по записи. И запись может быть неподходящая. Плюс студенту нужно прилетать в страну. Это тоже расходы, билеты, которые сейчас подорожали, тесты в связи с ковидными ограничениями. И те ковидные ограничения, которые меняются каждый день, и никто не знает, как они будут завтра. То есть тяжело спланировать. Это вот таких два ограничения. Третье ограничение — это нужно действительно понимать и знать, как работают все эти госструктуры. Они очень отличаются. Четвертый риск — это то, что платформа открывается неожиданно. Никто заранее не знает точных дат открыт. То есть вы не можете знать в мае, знать, на какие даты откроется платформа. Это всегда происходит, например, как в этом году было, что в 5 часов вечера, в четверг, просто министерство открыло платформу, не объявило об этом ничего. Просто открыли платформу, и так выпало, что всего лишь пятница рабочий день, понедельник, вторник, и в среду она закрывалась. То есть, грубо говоря, они открыли как бы на неделю, но четверг уже был не рабочий, уже все закрыто как бы в 5 часов вечера. В субботу, в воскресенье ни один нотариус, ни один адвокат вам не подпишет. То есть это такой же риск. Вам нужно заверить или подписать документ, а вам никто это не сделает, или проставить апостиль. Вам никто это не сделает. И там понедельник, вторник, то есть не всегда могут быть свободные даты, чтобы попасть или сделать этот документ. То есть это нужно понимать и нести за это ответственность, потому что вступительные компании всего лишь один раз в год. И стоят ли эти риски и траты, которые могут понести студент. То есть в интернете очень много есть информации, как проходит процесс поступления, но это выбор уже напрямую от студента. В свою очередь, мы как юридический офис, который находится непосредственно в Афинах, мы более быстрее, скажем так, реагируем на какие-либо изменения, которые могут возникнуть. Уже много лет многие организации знают, что мы помогаем нашим студентам и знают уже нас. И был такой случай, когда у девочки просто был какой-то вопрос, обратились к нам, и мы сразу решили этот вопрос. То есть если бы студент поступал сам, отдал документы, не связались, не дали контакт, не запросили дополнительные документы, просто был бы отказ в поступлении или не поступил. То есть это тоже нужно понимать. И плюс мы как юридическая компания уже с большим опытом можем гарантировать студенту, что мы сделаем все, зависящее от нас, со своей гарантией. То есть студенту не нужно будет переживать, все ли там с документами. Это наша ответственность. Это наша роль сделать так, чтобы студент все-таки получил результаты, поступил и готовить его дальше к переезду. Все остальное на выбор студента, взвесить расходы, которые он может понести сам, либо доверить этот процесс нам. Друзья, во второй части видео мы планируем пригласить студентов, которые уже прошли этот путь и готовы поделиться с вами информацией. Поэтому не пропустите вторую часть нашего видео. Мария, вам большое спасибо. Спасибо. Спасибо, что пригласили.